всем привет вы на канале черри такси с вами вишняк владимир ребят сегодня тема будет короче если кто-то собирается заварить себе чайку и печенье не делайте этого сегодня будем обсуждать тему блевоты в такси я не знаю наверно слишком жестко начал да но действительно вопрос очень актуальный и мы его обсуждали в контексте нескольких поездок которые были коллег на неделе недавно наша коллега начала работать в бизнесе и как говорится с почином с первым бурдалаком девушка села и во время поездки из-за температуры и развезло пакетики были предложены но не скажем так не доведено все было до максимума симптомы не брать были но водитель не с не среагировал вот но сейчас говорить не о водителе а в принципе о ситуациях которые могут быть эти ситуации были описаны кстати многие приходят дарит бизнес встречаются во время экзамена с моей физиономии которая объясняет как правильно поступить в такой ситуации когда пассажир остошнила речь не о бурдалаках а когда просто человек остошнил когда все адекватные и водитель и пассажир когда нет никакого хамства безобразия просто человек плохо ему надо помочь и если кто не в курсе там этом ролике обучающим я рассказываю о том что была поездка такая такси там была такая поездка когда пассажирка стала плохо она это обозначила я заранее приготовил победим сказал на всякий случай она ехала спереди и когда ей стало плохо она попросила остановиться я остановил она открыла дверь и действительно стошнило вот но что было дальше самое главное ну то есть это уже случилось что это обсуждать хороший плохой что не надо было это все уже после вот и если мы говорим о нормальных отношениях между пассажиром и водителем то у водителя на этот случай есть все если соблюдаются стандарты яндекс первое это воды ну то есть нужно прополоскать рот от всего неприятного и для этого есть водичка тариф бизнес водичка должна быть она должна быть не единичном экземпляре не только для задних пассажиров и у водителя всегда под рукой в левом кармашке должна быть запасная не распечатанная бутылка для чего для того чтобы когда задние пассажиры вдруг израсходуют бутылочку можно было не нарушая пдд не подвергая опасности жизни пассажиров не тянутся куда-то там бардачок правую дверь а просто так вот в этот момент как раз водителю надо просто взять эту бутылочку предложить пассажиру сказать прополощите пожалуйста будет более комфортно что было сделано девушка привела порядок себя села ей были предложены естественно сухие салфетки чтобы она водичкой воспользовалась ей нужны сухие салфетки так как она могла где-то что-то там неаккуратно этот процесс мог произойти соответственно и были предложены влажные салфетки но мало ли где-то что-то выделить отказалось но они должны быть и предложение должно быть вовсе не потому что это необходимо а потому что предложение должно быть потому что должна быть забота о пассажире он чувствует себя очень ловко если речь идет о пассажире которая адекватный он будет чувствовать себя неловко ему будет не по себе настолько не по себе ребята что у меня была даже ситуация когда пассажирка на заднем сиденье я просто еду и слышу какие-то странные звуки я не могу понять что происходит я поглядываю в зеркало я не могу понять что происходит и до меня только потом дошло через какое-то время что пассажирка в тихаря тихо а ее стошнило и она в свой пакет пакет в пакете подарочном аккуратненько сплевывает то что короче тихо насколько ведь так было неловко что она попала в эту ситуацию мне было неловко что она там втихаря и неудобно и что все это надо было сделать снова как-то более комфортно короче мы там друг перед другом извинялись за отсутствие внимания и все прошло замечательно и здесь тоже самое должно быть предложение салфетов до пассажир отказался потому что не нужно и слава бог дальше у меня обычно есть два вида жвачки потому что когда дети едут когда ну просто если не которые мне нравится резкий вкус ментов я обычно использую диро супер супер синий какой-то это прям чтобы взбодриться или вот как раз привести себя в порядок после он такого вот инцидента и бабам чтобы детям было веселее ехать или может быть просто для тех не очень любят такие резкие вот но когда случается данный инцидент ментол это прям то что доктор прописал вот соответственно привести вкусовые рецепторы в порядок или стран для них устроить не знаю как правильно короче жвачка освежает дыхание потом не удивляйтесь потом есть то что должно произойти до всего этого мероприятия первое если вы видите что вам садится нетрезвый пассажир естественно если вы не хотите последствий если вы понимаете человек не очень адекватный то лучше просто взять другой заказ как бы это жестко не звучало но мы не обязаны возить алкашню которая напивается до поросячьего визга а потом водитель должен героически решать эти проблемы ну вот что будет в поездке никто не знает но это всегда будет непозитивно да будет наверное одна из 20 поездок когда пассажир извиняюсь за свое состояние отдаст там 5000 на чай такое тоже бывает но зачастую наоборот и в поездке с нашей коллегой пассажирка села вот она когда садилась было понятно что она пьяная но она была адекватная вот дальше ее развезло в дороге первый косяк водителя если вы видите что к вам садится нетрезвый пассажир выставляете температуру в салоне не на рекомендованные яндексом 21 градус 2022 рекомендованная 21 это средняя арифметическая из этих цифр обычно мы выставляем температуру по ситуации например если садится нетрезвый пассажир в большой теплой одежде лучше поставить 18-19 градусов если садятся дети лучше поставить 19-20 если садится обычный пассажир лучше поставить 20 если садится пассажир в легкой одежде а на улице зябка или ночь лучше 21 это тонкая материя которая позволяет вам сделать поездку максимально комфортной то есть температура в салоне очень важный ключевой фактор но когда мы говорим про вордалаков как про пьяных людей чем ниже будет температура тем меньше вероятность что пассажира стошнит это раз второе что с детьми что с мурдалаками которые нетрезвые и нажрались или под чем-то стиль вождения должен быть максимально плавно то есть если вы видите что сел нетрезвый пассажир первых вы снижаете температуру в салоне до неприличных 19 градусов второе вы максимально плавно будете максимально плавно проходите повороты без ускорений максимально плавно разгоняетесь и останавливаетесь вплоть до того что представьте себе что у вас на торпеде стоит стаканчик с водой и надо чтобы он не разлился вот настолько нужно аккуратно вести машину при этом рекомендую не подъезжать но соблюдать дистанцию так чтобы не срабатывали датчики парковочные не отключайте они должны быть включены и не срабатывать это вам признак того что вы будете аккуратно безопасно плавно следующий момент то есть температура плавность вождения и заранее предупредить что у вас не просто предупредить а подготовить пакет я обычно это делаю молча то есть я сначала достаю из бардачка пакеты пакеты тоже нужно приготовить не просто так я обычно беру в глобусе пакеты для заморозки можете смеяться можете нет объясню почему дело в том что пакетов есть очень много рулон разного объема пакеты разного размера пакеты но если они недостаточно качественные то пакет у вас есть а толку от него никакого он протекает а замену я думаю понимаете что если протекает пакет вот с такими с таким составом да ну как бы это вообще не комфортно когда у меня были ситуации когда стошнило пассажиров они пользовались этими пакетами просто на узелок залезали положили на коврик и ничего не будет не протечет все хорошо то есть именно в глобусе пакеты для заморозки стоят они где-то рублей 270 300 но 1 1 рулона хватает на год у вас не будет такого огромного количества алкаш не вам нужно всего лишь купить эти пакеты дальше вы будете использовать под что угодно они будут использоваться для конфетки положить для положить пассажиру чтобы когда у него насморк он воспользовался салфеточками из использованные салфеточки складывал в этот пакетик который потом если нормальный пассажир забрал с собой если свинота то вы за ним потом уберете если эти пакеты теряют товарный вид так сказать то есть лежат лежат в парточке раз их появилось или два то один два пакета вы выбросите просто для того чтобы обновить чтобы он был свеженький красивый не потертый не поцарапанный не дырявый и когда это случается вы молча достаете пакеты отрываете раскрываете его они просто даете говорите там пакеты пьяный человек не сможет открыть пакет ему этой миссии нам пассивала ну то есть он если и попытается то это будет такая тригонометрия поэтому вам надо открыть пакет и положите вот так чтобы клиент видел этот пакет из после этого сказать что если вдруг что вот пусть тут полежит вот если вдруг что воспользуйтесь и так далее естественно пассажир скажет мне это не надо естественно они все герои и все хорошо но в какой-то момент этот момент подкатывает у пассажиров у всех одинаково они четко понимают что настал тот час что этот пакет тут лежит не зря они его берут в руки дальше могут воспользоваться могут нет могут попросить остановить это уже их право и для вас это не имеет значения ваша задача не испортить салон все остальное неважно что дальше значит дальше рекомендую не испытывать судьбу и не делать это на ходу то есть не дай бог если пассажир отошнит сразу найдите место для остановки рекомендация не оттягивать это до последнего момента если видите что человеку невзирая на то что низкая температура плавное вождение но все равно человек становится плохо заранее спасите поинтересуйтесь обсудить и наладьте контакт самое главное установить контакт чтобы человек вас не стеснялся когда он стесняется он может натворить чего угодно вы потом будете говорить да ну что ж ну ну на эту же элементарно было ну сказали бы я бы остановился там и так далее ребят это нужно делать заранее установив контакт как устанавливается контакт просто элементарно поинтересуетесь у человека как его самочувствие то есть вы едете спрашиваете как себя чувствуете то нормально слышите опять что-то ненормально скажите вы как в порядке доедем если говорит но если что-то неуверенная в ответ скажите может быть давайте остановимся пока есть место вот там подышите свежим воздухом иногда вот это вот подышите свежим воздухом срабатывает очень безотказно потому что человек понимает что можете мускай даже не буду брать платные ожидания завидите что мара мой какой-то скажите я там платные ожидания не буду включать вот человек выйдет и самый нужный момент сделает все что нужно спокойно сядет там вы ему салфеточек вынесите и так далее все будет хорошо если не обращать внимание стараться откреститься от ситуации типа ничего не происходит то вот собственно тогда и случаются все неприятные моменты что произошло в той поездке когда пассажирку окончательно развезло скорее всего от высокой температуры в салоне и может быть не совсем комфортного вождения на конечном адресе способ оплаты был изменен на наличные соответственно у водителя тоже переключилась уже не только на состояние пассажира внимание но и на оплату кто будет платить потому что пассажирка не в себе мало того она еще и говорит что адрес не тот ну короче вот прям весь набор и у водителя в этот момент переключается внимание и он уже забывает о том что пассажир в этом состоянии что нужно еще и контролировать его но чтобы он не испортил салон вот ну и короче когда уже поздно максимально быстро открываются окна потому что пассажир не может попасть по кнопке открыть окно открыть двери ну не в состоянии да и блин но не всегда это правильно иногда если пассажир откроет дверь будет дтп поэтому лучше чтобы это все-таки делал водитель заранее то есть остановился обошел открыл дверь предложил помощь ну и так далее вот когда все это в авральном режиме уже там нет не до сантиментов и зачастую это облеванные снаружи двери потому что это делается в окно собственно что у нас и произошло в той поездке дальше были терзания у вас своего водителя дело в том что пассажирку вышла встречать мама это просто вот божий одуванчик бабушка самая обычная бабушка вот эти вот пьяные дамы разодеты с надутыми губами у них есть самые обычные мамы бабушки на пенсии для которых 5000 рублей сумасшедшие деньги и если их чадо облевала бизнес такси брать с них 5000 рублей за химчистку как этих 5000 и не хватит если там действительно хана салона то даже эти 5000 для них это четвертая часть пенсии это для них очень существенно но у водителя еще и возникают терзания ну как с бабушки божий одуванчик брать эти деньги да ребят ну а а почему водитель должен это делать за свой счет вы подумайте вы выходите на работу для чего пьянь развозить мы спасатели вот им не на чем добраться они не могут общественным транспортом добраться и поэтому выходят на работу такие девочки мальчики на бизнес-классе и их цель всех развести бесплатно угробить салон за свой счет помыть зато все довольны нет выходит мама у которой двое детей дома один из них больной которым нужны деньги на учебу на лекарства на все 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 и мама одна тащит этих двоих детей без папы и ей точно также эти пять тысяч рублей они на дороге не валяются поэтому ничего тут такого нет а что яндекс вам ничего не компенсирует даже не сомневайтесь то есть да яндекс компенсирует если все соблюдено то есть если у вас действительно испачкан салон не облевана дверь снаружи а именно испачкан салон если вы при этом предпримите все правильные действия то есть вы должны сфотографировать испачканный салон сфотографировать стс на фоне безобразия этого после этого не принимать ни одного заказа доехать до мойки сделать химчистку сфотографировать что у вас теперь все хорошо и вы готовы принимать заказы получить подтверждение яндекса что теперь все хорошо и вам компенсирует при этом вам компенсирует только чек за химчистку а все потраченное время будет только за ваш счет то есть как напоминание вам о том что не надо было брать надо было понимать что вот этот пассажир который нетрезвый вам звонил и спрашивал ты где вот его не надо было брать это вот прям сто процентов но если все закончилось более-менее войтова испачкали там машину только снаружи внутри так чуть-чуть и действительно катака хватит чтобы поехать домой привести в порядок и продолжить смену потому что у вас это все случается в самый разгар когда много заказов когда пики когда кэфы и когда ваша машина уходит с линии как это становится еще больше из-за этого вы едете на мойку и занимаетесь фигной чем вот короче из всего этого по сути что нужно полезного извлечь первое если у вас пьяный пассажир не берем второе если берем то снижаем температуру комфортное вождение 3 налаживаем контакт с пассажиром чтобы он мог чтобы ему не стыдно было с вами общаться 4 периодически проверяем спрашиваем как дела все ли хорошо 5 если вдруг уже случилось то заранее останавливаемся предлагаем подышать свежим воздухом блевануть на улице перевожу на русский следующий момент если уже случилось то предложить комфортно привести себя в порядок водичка салфеточки влажные салфеточки сухие пакетик куда все это сложить жвачка не знаю там что еще освежающий поток воздуха для приведения себя в порядок ну и так далее вот ну естественно если это уже случилось если вы взяли заказ если это все уже происходит естественно вы должны пассажиру что это нормально что он так должно быть что ну все в такой ситуации могут оказаться все мы люди все мы человеке то есть вот эти вот все фразы которые пассажиры будут естественно воспринимать за чистую монету вот они должны звучать для того чтобы у пассажира не сложилось впечатление что этот вот водитель через губу не переплюнет я тут понимаете вот мне плохо а он там бычку включил сидит злобно молчит по-любому мне единицу поставит надо ему колку лепить в отместку то есть вот чтобы этого всего не было должен быть диалог должен должно быть поддержание разговора и должно быть вот это добрая красивая вранье пассажиру что это нормально что болевануть это по порядке вещей кстати я вам скажу так было еще у меня такая история она вообще не связана с вурдалаками заказку по бизнесу я когда приехал мне сказали надо отвезти документы я сказал что я не повезу документы но пассажирка была очень адекватная то есть я бы отменил бы поездку но пассажирка была очень адекватный документы были в папке что было еще папке я не знаю лезть папу я не хотел вот эта история мне не нравилось в принципе потому что есть доставка закажите доставку но женщина сказала что доставка долго и и нужно ответственный водитель ей предложил говорит давайте я вас отвезу вместе с документами передадите приедем обратно и она согласилась то есть это было чистого вида авантюра с моей стороны потому что я рисковал единицу за это получить но ребята как же я пожалел о том что я это сделал то есть мне надо было просто отказаться первый вариант мне надо было просто отказаться второй вариант мне надо было убедиться что в документах нету кокса и что мне надо просто отвезти реально документы и кстати они только кокса бывают еще бумажки наркотические так вот надо было просто отказаться либо согласиться ввести документы потому что когда мы поехали с пассажиркой не прошло и 7 минут и и 100 штук я начал тошнить но она абсолютно трезвая она просто меня очень сильно укачивает я ехал максимально комфортно плавно настолько насколько можно было но вы попали в пробку и у нее снова видишь ты же нет водяного фильтра как на эске допустим и фильтр хороший двойной но недостаточно то есть выходные газы попадают и пассажирка говорит меня тошнит я говорю давайте остановимся давайте мы просто в пробке на обочину куда-то она выходит походила привела себя в порядок ну видно ей плохо но уже мы уехали оттуда возвращаться тоже долго едем дальше ей опять плохо мы останавливаемся мы пока доехали сметина то не сметина даже самка до волоколамки мы останавливались наверное раз 10 последний раз мы остановились прямо перед ленинградским белорусским вокзалом то есть к так вот этот вот но знаете где с дублером подключаются там есть островок безопасности мы прям там остановились она вышла походила по этой аллее она тогда строилась в италии и все там оставалось нам доехать пять минут я ее довез она горит я назад не поедут ли я назад общественным транспортом поеду либо пешком пойду я не могу вот бывают такие истории поэтому не всегда это связано с алкоголем но вы знаете что было хорошо вот в этой истории до пассажирки было тяжело да я 300 раз пожалел о том что не заставил ее так помучиться я бы если знал что так будет я бы ни в коем случае так не поступил на ошибках учатся и я просто не предполагал что может быть настолько укачивать теперь я знаю что нужно с собой возить препарат называется драмина который спасает просто спасает от этих ситуаций то есть если трезвый человек если у вас с собой есть таблетка драмины вы спасены потому что именно это бывает один раз в три года но вот эта таблетка она может просто вам чудеса сотворить то есть это знаете как нз на какой-то непредвиденный да она у вас пролежит весь год два года и у нее просто срок годности выйдет я надо будет выбросить потому что это крайне редко но вот это как знаете с пластырем да то есть нам же не надо чтобы у нас обязательно в бизнесе был с собой пластырь но те кто давно работает знает что мы забираем людей с корпоративом забираем с дней рождений с каких-то вечеринок где они танцуют натирают красивой обувью себе мозоли и когда они садятся в машину первым делом они снимают туфли и когда водитель говорит протягивает два кусочка пластыря это выглядит как будто водитель какой-то волшебник он знал что нужно в данный момент он знал это просто чудо для женщины которая только что танцевала три часа на мозолях позолях два кусочка пластыря это все что ей нужно в этой жизни понимаете вот то же самое драме на это нужно раз в два года но когда это у вас есть вы спаситель герой и так далее вот учитесь на чужих ошибках всем удачи всем пока